Ладно, поехали. Так, напоминаю, 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 что на следующей неделе лекции нет, там будет контрольная. В каком именно она будет формате, в плане очной, или можно будет откуда-нибудь просто онлайн писать, я пока не знаю. Я напишу в канал, ближе к делу, постараюсь где-нибудь на выходных написать. А там будет типа письменная задача? Да, контрольная состоит из задач примерно как домашки, где нужно будет либо придумывать алгоритмы, либо что-нибудь доказать, либо какой-нибудь пример придумать. Ну вот то, что мы делали в домашках, на те же темы, которые мы прошли. Все, что было пройдено, включая то, что будет сегодня, может попасться на канал. Там будут задачки теоретические. Переписывать нельзя. А если очень хочется? Если очень хочется? Ну а зачем, конечно. Сколько баллов? Смотрите, каждая контрольная, ну суммарно у нас за контрольные, я напоминаю, 20 основных баллов. Каждая контрольная суммарно будет стоить больше, чем 10 баллов. Скорее всего, что-то около 15. То есть теоретически за контрольные можно набрать 30 максимум, ну примерно. Из них 20 пойдут в основные, 10 в бонус. Но пока что у всех бонусный коэффициент 0 погибло, потому что контрольных не было, так что все нормально. Вторая контрольная, их будет 2 всего, да, вторая контрольная будет, соответственно, в конце, где-то в конце декабря. Это просто напоминание. Да, и скорее всего еще, я пока не уверен, но скорее всего на следующей неделе практик тоже не будут. Они будут просто через... Ну и, ну, во-первых, потому что меня здесь не будет, и Маши, которая ведет в 38 здесь тоже не будет, мы будем в Сириус. Вот, а во-вторых, ну, у вас так контрольная, у вас так контрольная, типа нагрузки хватает. Что такое? Ловим все будет. Вот. А еще, скорее всего, наконец-то появится письменная домашка. Та самая легендарная, да, письменная домашка. А ее писать можно будет? Нет. Никаких переписываний, никакой пощады. У нас и так халявный курс. Это не правда. Почему? Мне сложно. Тогда вопросов нет. Тогда вопросов нет. Окей, что мы сегодня будем делать? Значит, сегодня мы еще немножко поговорим про токи и кучи бывают. И на этом мы с кучами закончим, потом после контрольной начнем всякие другие штуки. Будем говорить про SNM, про хэш-таблички и про динамику и все такое. Вот. Пока что сегодня последняя, короче, лекция про кучи и все, что с ними связано. Но прежде чем про кучи поговорить, давайте поговорим про еще одну штуку. Буквально пару минут, потому что это простая вещь. Мы про это пока не говорили, но давайте, наверняка многие знают, что так можно, но все же. Значит, есть такая штука, называется, структура данных такая, называется связанный список. Какая идея? Идея такая. Давайте будем хранить наши данные. Ну вот, предположим, нам нужно хранить массив. При этом нам хочется уметь эти массивы, делать с ними такие операции. Хочется уметь вставлять элемент на произвольную позицию в массив, типа в серединку куда-нибудь. Ну, типа на какую-нибудь позицию вставить число балл. Ну, я опять говорю число, но хранить можно чего угодно. Хотим уметь удалять произвольный элемент. Хотим уметь делать какие-нибудь еще приколы, например, объединить два списка в один. Вот. Ну и допустим все. Вот. А еще мы хотим уметь по спискам итерироваться, но при этом мы не накладываем ограничения, что мы хотим иметь random access доступ, как в обычном массиве. Типа обращаться к произвольному элементу нам не хочется забыстро. Ну, типа по индексу, да? Вот. Поэтому удобная такая структура. Они не то чтобы часто где-то встречаются и на практике тоже, но иногда вот бывают удобные эти штуки. Собственно, что мы сделаем? Давайте просто сделаем такую штуку. Вот у нас будут какие-то ячейки. В каждой ячейке будет храниться один элемент. И структура будет такая. У нас каждая ячейка будет указывать на следующее. Что значит указывать? Ну, вот там в языках программирования обычно есть какие-нибудь способы, типа указатели, ссылки, вот что-нибудь такое. Будем в каждой ячейке хранить указатель, ссылку на следующую ячейку. Вот такая штука называется связанный список. Вот. Это не очень согласуется с нашей RAM-моделью, наверное. Ну, потому что не очень понятно, что такое указатель, типа, как те ячейки там в памяти расположены и все такое. Ну, понятно, что можно придумать, как это сделать в RAM-модели, но обычно, вот, когда говорят про всю эту штуку, про всякие такие списки и все такое, говорят не в терминах RAM-модели, а в терминах другой модели вычисления. Типа, вот я, мы на первой лекции там говорили, что у нас есть RAM-модель, мы считаем, что у нас есть такая огромная память, мы можем random access в любой доступ делать за, вот, единицы и все такое. И дальше жили вот из этих предположений, и это было похоже на нашу реальную ситуацию. Вот. А тут мы будем жить немножко в другой парадигме. Такая модель, вот, в которой удобно воспринимают списки, называется pointer-машин. Эта модель так устроена, у нас, мы мысленно представляем, что у нас память немножко по-другому устроена. Вот в RAM-модели у нас память, это такой огромный массив, а тут у нас память устроена так. У нас есть какие-то ячейки памяти, в каждой ячейке памяти хранится вот единица какой-то информации, ну, типа, там, сколько-нибудь там каких-нибудь переменных, условно говоря, и все такое. А еще мы умеем делать, собственно, ссылки. Типа, одна ячейка может в себе хранить ссылку на какую-нибудь другую. Вот. Ну, грубо говоря, вот так эта модель устроена, и вот списки как раз в нее очень хорошо ложатся. Типа, у нас есть вот эти вот ячейки, в каждой хранится там какая-то информация, вида число, которое здесь лежит, и хранится вот ссылочка на следующий. Вот. Ну, это так просто для общего развития, не то чтобы нам это сильно было нужно. Ну, вот, в общем, связанные списки. Что с ними можно делать? С ними можно делать все вот эти операции. Как с ними делать эти операции? Как вставить произвольный элемент на какую-нибудь позицию? Вообще, что такое позиция? Вот у нас тут нет явной индексации этих элементов, поэтому под позицией, давайте подразумевать следующее. Что нам вот, когда хотят сделать insert, нам говорят, вот вставь мне, пожалуйста, вставь мне, пожалуйста, новый элемент со значением вал после вот этой вот штуки. Ну, или перед вот этой вот штукой, ну, как угодно. Ну, например, после. Как тогда это делалось? Ну, очень просто. Давайте создадим новую ячейку, в нее положим значение вал, и немножечко переделаем наши ссылки. Давайте просто возьмем, порвем вот эту вот связь, добавим из этого элемента ссылку вот сюда, а из нашего вновь созданного на следующий. Вот, эти действия делалось за вот единиц, и нам нужно просто переложить какие-то вот ссылки, и все. Вот, аналогично работает удаление, чтобы сделать удаление, но, правда, с удалением несколько сложнее, потому что с удалением нам нужно сделать следующее. Вот если мы сказали, удали вот эту ячейку, нам нужно вот ее убрать, и ссылку вот отсюда переместить вот сюда. До этого нам нужно как-то знать предыдущий элемент, ну, вот в односвязанных списках. Это не очень удобно, поэтому чаще, скорее, используют двусвязанный список. Что такое двусвязанный список? Это такой список, где мы не только следующий элемент знаем, но еще и предыдущий. Вот, соответственно, тут будет вот такая картинка. Вот, и тогда, чтобы дарить этот элемент, нам нужно просто посмотреть на следующий и предыдущий, и вот объединится, а эти связи порвать. Вот. Очень легко. Ну, и чтобы сделать мерч двух списков, мерч, я имею в виду конкатенация. Здесь не про сортировку речь идет. Нужно просто взять второй список и приклеить его в конец первого. Типа тоже пару ссылок поменять. Короче, все эти операции делают в завод единички, но мы платим тем, что мы не можем по индексу обращаться к произвольному элементу. Вот. Ну, это такие простенькие структуры данных, они и руками легко реализуются, и там обычно есть встроенные в языке, там какой-нибудь linked list java, там лист в плюсах, это все есть. Вот. Еще иногда удобно говорить про зацикленные списки. Так писать код немного удобнее. Это когда мы еще говорим, что у нас... Давайте считать, что список — это наш такой цикл. Типа у нас следующий элемент за последним — это будет первый, а предыдущий элемент перед первым — это будет последний. То есть такие вот еще две ссылки будем хранить. Так просто немножко удобнее писать код, там будет меньше проверок на нулы всякие, ну и иногда просто так жизнь проще кажется. Вот. Ну, это что касается всяких связанных списков, с ними можно делать всякие такие вот трюки. Короче, удобная структура данных иногда пригождается. Ну и сегодня тоже пригодится немножко. Да, давайте считать, что пост — это ссылка на какой-то элемент. Потому что по индексу мы не умеем обращаться, но непонятно, как по индексу здесь быстро обратиться. Нам единственный способ обратиться по индексу — это начать в начало и пройти просто вот столько раз вперед. Окей. Ну давайте теперь про кучу, потому что нам вот это вот все добро сейчас немножко понадобится кое-где. Какие бывают кучи? Значит, давайте, во-первых, я где-нибудь у них табличку заведу, мы будем писать про те кучи, которые мы сегодня будем обсуждать, сравнить их с двоичной, друг с другом, смотреть, за сколько что работает. Вот. Значит, какие операции мы знаем в кучах? Ну, у нас была операция... Давайте я вот здесь буду писать. Была операция, там, GetMin. Давайте я чуть понеду. Была операция GetMin — просто найти минимум, который в куче хранится. Была операция ExtractMin — типа удалить минимум. Была операция добавить элемент в кучу. Давайте Add. Была операция еще DecreaseK — типа уменьшить ключ на какое-то значение. И на самом деле еще полезная операция с кучами — это мерж. Вот там в домашке было задание про мерж двоичных куч, за n плюс m надо было сделать. Вот давайте еще поговорим про то, как можно мерж делать. Тоже полезная операция, иногда пригождается. Вот. Ну и, собственно, вот если у нас есть двоичная куча, которую мы уже знаем, за сколько она все делает. Ну, GetMin за единичку, надо просто в корень ткнуться. ExtractMin у нас был залог, Add у нас был залог, DecreaseK — у нас был тоже залог, а мерж был хреновый. Мерж был за n плюс m. Потому что, ну, там, чтобы смержить, нам нужно было... Ну, там сложно придумать что-то проще, чем просто сложить все в один массив и подстроить по нему кучу, просто потому что у нас куча — это массив. У нас есть два массива, и нам их нужно как-то вот сфигачить в один. Поэтому иногда вот хранить кучу в виде массива не очень удобно. Сегодня мы поговорим про два типа других куч. Они похожи друг на друга чем-то, и они будут, в частности, они мерж будут быстрее делать, но и некоторые другие операции тоже будут быстрее делать. Мы в прошлый раз уже говорили про QuakeHip, это такая относительно новая штука, а сейчас сегодня будем говорить про такие классические кучи, ну, как бы стыдно не знать их. Поэтому вот про них поговорим. Они ничем не лучше QuakeHip, про который мы говорили по асимптотике, но там тоже какие-то прикольные идеи используются, плюс про амортизацию еще поговорим, плюс на прошлой лекции было мало людей. Ну, короче, давайте развлекаться. Спасибо. Да. Спасибо, Ленал. Спасибо, Ленал. Значит, первая куча, про которую мы поговорим, называется биномиальная. Что такое биномиальная куча? Значит, биномиальная куча – это такая штука. Давайте прежде чем понимать, что это такое, мы введем сначала другую структуру попроще, она будет называться биномиальное дерево. Биномиальное дерево – это будет такая штука. Значит, смотрите, биномиальное дерево будет характеризоваться своим рангом. Как это будет устроено? Давайте я сейчас просто распишу, как бы, по очереди, как у меня получаются биномиальные деревья всяких разных рангов, и мы поймем какая-то закономерность. Значит, биномиальное дерево ранга 0 выглядит так. Это просто одна вершина. А дальше биномиальное дерево ранга k будет получаться следующим таким рекуррентным свойством. Давайте возьмем одно биномиальное дерево ранга k-1. Вот у него есть корень. И давайте к этому корню подвесим еще одно биномиальное дерево ранга k-1. Вот. И вот такая штука будет называться деревом ранга k. Ну, то есть, как это будет устроено? Давайте вот первые сколько-нибудь деревьев построим. Что такое дерево ранга 1? Нам нужно взять дерево ранга 0 и подвесить к его корню еще одно дерево ранга 0. Дерево ранга 0 – это просто одна вершина, поэтому дерево ранга 1 будет выглядеть так. Вот мы взяли дерево ранга 0, взяли еще одно дерево ранга 0 и одно к другому подвесили. Вот. Что такое дерево ранга 2? Мы берем дерево ранга 1, Берем еще одно дерево ранга 1 И к первому подвешиваем второе Вот получается такая штука Что такое дерево ранга 3? Мы берем дерево ранга 2 Берем еще одно дерево ранга 2 И подвешиваем Вот это будет дерево ранга 3 Ну и так далее Ну и давайте я в дальнейшем буду Обозначать дерево ранга К Как вот ТКТ Будет дерево ранга К Презом Помимо того, что наши деревья будут иметь Вот такую структуру всегда Как мы видим, они нифига не двоичные Вот бывает здесь 3 И чем дальше мы пойдем, тем больше у нас степени будет на самом деле Вот, типа если мы там возьмем дерево ранга 4 Там у корня будет уже степень 4 Потому что мы возьмем вот это дерево И к нему еще одно такое же подвесим Вот, они не двоичные И мы на них еще наложим свойства кучи То есть мы скажем, что у нас в каждой вершине будет лежать одно число И все числа во всех вершинах будут удовлетворять свойства кучи Что это значит? Это значит, что у нас на любом ребре будет верно, что в родителе записано какое-то число Которое не больше, чем значение в сыне Вот То есть это деревья вот такой структуры со свойством кучи Хорошо Тогда что такое биномиальная куча? Биномиальная куча это будет набор вот таких вот биномиальных деревьев То есть вот куча Это будет набор деревьев При этом мы наложим еще одно дополнительное ограничение Мы скажем, что в рамках кучи у нас каждого ранга будет не более чем одно дерево Не более одного дерева каждого ранга Ну то есть, например, я могу нарисовать кучу вида Вот давайте возьмем дерево ранга 3 Вот вам дерево ранга 3 И еще, например, дерево ранга 1 и дерево ранга 0 Вот это куча Окей Давайте сначала поговорим про док, как мы все хранить будем А потом поговорим про док с этим делать и всякие такие операции Как мы это будем хранить? Ну, значит, во-первых Для того, чтобы удобно со всем этим делом работать Мы будем делать следующие штуки Мы сделаем такую вещь Давайте вот в каждом дереве Ну, понятно, что у нас тут у каждой вершины может быть много детей Да, мы это уже поняли Давайте вот у каждой вершины всех детей соединим как раз в двусвязанный список для удобства Сделаем вот так Вот так Вот Еще возьмем все корни соединим в двусвязанный список А, ну то есть мы добавили эффективный корень? Нет, эффективного корня нет Ну, можно так представить, да, что у нас есть сверху здесь эффективный корень, который вот сюда идет Окей Вот И еще мы будем делать так, что у нас корни будут в этом двусвязанном списке отсортированы по рангам Вот И, ну для того, чтобы все это дело хранить Вот удобно сделать такие двусвязанные списки И, например, можно у каждой вершинки хранить в ней ссылку на ее вот самого левого сына То есть вот так, вот так, вот так То самый левый сын имеет к ней больше раз, да? Ну да, она может так считать Вот И тогда у нас довольно легкий аксесс ко всем детям Типа, чтобы от вершины перейти к детям Нужно вот пройти в самого левого сына Дальше мы можем по детям оперироваться При желании А у нас, типа, могут... Это все стрелки или нет? Ну, видимо Например, у нас есть стрелка между левым деревом и правым? Между этим нет Деревья, вот разные бинамиальные деревья между собой мы соединим только корнями Окей И вот на третьем возле тоже не соединим, потому что это разные деревья Да, ну как бы у нас вот эти вершины, это сыновья вот этой вершины А вот эта вершина, это сын вот этой вершины Мы соединяем между собой только братьев Только вершины, у которых один родитель А может, я бы эту вершину не могу Какую вершину? А, ну да, здесь еще должна быть ссылка вот на вот эту штучку Типа мы... Значит, еще раз, что мы сделали Мы братьев объединили в двухсвязанный список И из родителя кинули ссылку там, самого первого сына На самом деле Вот Найс А, что с этим всем делать? Ну, давайте разбираться Давайте разбираться, давайте разбираться Ну, начнем с каких-нибудь операций Сейчас будем что-нибудь полезное делать Хотя, давайте прежде чем делать всякие операции Позамечаем всякие полезные свойства Значит, какие есть свойства бинуальных деревьев? Значит, свойство номер один А, да, размер дерева порядка... Порядка К это 2 вкатой ТК есть 2 вкатой вершин Почему в дереве ТК-то есть 2 вкатой вершин? Ну, по индукции доказывается, понятно как В дереве ранга 0, 1 вершина, 2 в нулевой А дерево ранга К состоит из двух деревьев ранга К-1 Поэтому вот 2 вкатой равно 2 вкатой минус 1 плюс 2 вкатой минус 1 Хорошо Окей А, что дальше? Дальше Какие еще есть свойства? Значит, давайте свойство номер 2 Свойство будет такое У нас высота дерева ранга К Это К Высота ТК-това равна К Ну, тоже по индукции доказывается У нас для нулевого дерева это верно Теперь К-тое дерево это что такое? Мы взяли К-1 дерево И к нему в качестве сына подвесили еще одно К-1 дерево У этого К-1 дерева была высота К-1 плюс 1 равно К Вот Свойство номер 3 Значит, у корня Дерево ранга К Степень равна К Степень это количество детей Количество детей Равно К Но тоже по индукции доказывается У дерева Т нулевое 0 детей Дальше Как устроено К-тое дерево? Мы взяли К-1 дерево и к нему еще одного подвесили Поэтому получается К-1 плюс 1 это К Вот Ну, вот какие-то полезные свойства Как у нас все работает Ну, давайте я вот сюда напишу Биномиальная куча И будем придумывать, как с ней делать всякие операции Давайте пойдем В каком-нибудь порядке Ну, начнем с мержа Ради чего все это вообще затевалось? Казалось бы, эта куча и так неплохая двоичная у нас была Но вот она не мержилась А мы сейчас будем мержиться Значит, как сделать мерж? Мерж делается, оказывается, достаточно легко Он делается следующим образом Смотрите, пусть у нас есть две кучи Биномиальные Каждая куча это вот такой набор деревьев Давайте возьмем наши эти две кучи И пойдем вот по списку корней От меньших деревьев к большим И будем потихонечку строить список корней Вот нашей новой смерженной кучи Значит, что мы сделаем? Ну, вот давайте типа такие два указателя делать Вот бежим по списку первой кучи Бежим по списку второй кучи Давайте посмотрим Значит, вот у меня сейчас зафиксированы Два каких-то биномиальных дерева Есть какое-то дерево в первой куче Есть какое-то дерево во второй куче Давайте посмотрим на ранги этих деревьев Да, я напоминаю, что вот это вот К называется рангом биномиального дерева Значит, посмотрим на их ранги Тут будет ранг R1, тут будет ранг R2 Ну, какие бывают случаи? Если R1 и R2 не равны Давайте возьмем дерево с меньшим рангом И просто добавим его в ответ Добавим его в нашу смерженную кучу Окей А если ранги равны? Вот пусть R1 равно R2 Ну, тогда мы что можем сделать? Мы можем взять эти два биномиальных дерева Их соединить в одно И получить дерево ранга R1 Как мы это можем сделать? И почему мы это всегда можем сделать? Давайте посмотрим на корни наших двух биномиальных деревьев Вот тут написан X, тут написан Y Допустим, они одинаковы ранга R Тогда что мы сделаем? Давайте посмотрим, кто меньше X или Y Ну вот пусть X меньше Y Не умоляю общности Меньше либо равно Тогда что мы сделаем? Давайте возьмем X Скажем, что это будет корнем Нашего нового биномиального дерева Ранга R1 И к нему в качестве сына Подвесим дерево с корнем в Y Вот Получится корректное биномиальное дерево Ранга R1 Почему? Потому что Дерево R1 Родо так строится Из двух деревьев ранга R И вот с этим ребром У нас все корректно Здесь свойства кучи не ломаются Потому что Потому что X не больше Y Вот Окей Смержим вот так И пока что Даваем это дерево в ответ Возможно, если у нас потом появится Какое-то еще дерево Одно такого же ранга То просто смержим его тоже Получим дерево еще большего ранга И так далее То есть до тех пор Пока у нас есть два дерева Одинакового ранга Мы их будем мержить И потом вот добавим Результат в ответ Да А еще раз можно Когда у нас не равны ранги? Если ранги не равны Просто возьмем меньшее дерево Добавим его в ответ И пойдем дальше То дерево У которого ранг меньше Мы же хотим Чтобы у нас в ответе Дерево были отсортированы по рангу Вот Поэтому возьмем меньшее Просто добавим Возможно, потом у нас появится Где-то еще одно дерево Такого же ранга Мы просто посмотрим Правда ли, что оно у нас уже было Если было, то смержим тоже Я должен А может, надо еще Y С левым сыном XA Досоединить Что Y? Ну, типа Y В смысле Да, еще нужно между детьми Понятное дело Да, вот здесь достроить списочек И из XA перекинуть ссылку Раньше ссылка шла вот сюда Ее нужно перекинуть вот сюда На каждой девочке на кого детей Нет Почему? Потому что мы склеиваем только братьев На других уровнях У нас Вот тут будут родители У вершин Y А вот тут будут какие-то другие вершины Вот их между собой мы не соединяем Мы соединяем только те вершины У которых общий отец Вот Поэтому нужно соединить вот эти две И вот отсюда ссылку перекинуть Вот, все Окей За сколько шли отработает? Утверждение шли отработает за Луган Ну там Лог от N плюс M Если N и M Это размеры наших куч Почему? Ну, значит, во-первых Если в куче суммарно N элементов Утверждается, что в нем От Лога N Биномиальных деревьев Потому что Каждое биномиальное дерево Имеет размер степени двойки Ну и Все размеры различные У биномиальных деревьев Поэтому по факту Размеры биномиальных деревьев Соответствуют вот битикам В разложении в двоичную систему От количества вершин Которые у нас есть всего Еще раз, можно? Вот, да Возможно, сумма логарифмов Это логично Хорошо, пусть будет сумма логарифмов Как же вы душите? Это большая разница Ну, разница не особо большая Хорошо, пусть будет Лог N плюс Лог N Логарифм произведения логарифмов суммы Это сильная разница Да, да, я понимаю, хорошо Пусть будет сумма логарифмов Вот Ну, еще раз У нас в дереве размера N Состоящего Вернее, в куче Состоящей из N элементов У нас количество биномиальных деревьев Это лог N Потому что все размеры разные И, ну, типа Вот, посмотрим на самое большое дерево Какого оно может быть размера? Оно может быть размера Не больше, чем лог N Потому что иначе У нас в нем будет больше вершин Чем суммарно у всей кучи А значит Теперь у нас бывают Только деревья меньше, чем оно Каждого размера у нас Не больше, чем один Ну, поэтому вот Всего у нас логан деревьев Вот, поэтому Мерзим мы вот за столько Вот Что с этим дальше можно делать? Ну, хорошо Мерзить научились Декриски Декриски Делается элементарно Мы знаем, что Ну, как бы Как у нас работают всегда декриски Да, нам говорят Говорят Вот эту вершинку Нам нужно уменьшить Давайте просто сделаем Такой же самый сифтап Который мы делали в двоичной куче То есть, когда у нас элемент уменьшается У него может сломаться Инвариант с родителем Нужно будет ее просто пропихнуть наверх А мы вот тут доказали, что высота Деревого ранга К Это К Ранги у нас не больше, чем логарифм Поэтому этот сифтап будет работать за логарифм А если у нас вершина уменьшается С детьми ничего не сломается Если у нас вершина Вот раньше у нас был какой-то x У него были какие-то дети x был меньше, чем эти дети Теперь мы x уменьшили Оно все еще меньше, чем дети Сломаться могла только связь с родителем Поэтому мы проталкиваем ее наверх А вот если у нас, допустим, были кучи деревьев всех размеров Хорошо Ну, допустим, да И мы добавляем Мы мерзжем какую-то кучу Которая есть только от дерева Минимального размера Мы сначала смержем две единички Два нолика получим единичку Потом смержем две единички Получим двойку Смерзем две двойки Получим тройку И так далее А почему это быстро работает? Ну Это, по сути, сложение чисел в доичной системе Можно прям жестко Вопрос, что я так Ну, мы говорим, что у нас в ДК Есть два степени камеры Мы говорим, что детей может быть Хоть три, хоть пять, хоть десять Да Ну, еще раз Степень двойки доказывается по индукции У Т нулевого Одна вершина Потому что Т нулевой — это просто одна вершина Два в нулевой Теперь по индукции Пусть для К-1 верно Докажем для К Что такое дерево порядка К? Дерево порядка К — это мы взяли одно дерево порядка К-1 И к нему подвесили еще одно дерево порядка К-1 Два в К-1 плюс два в К-1 Два в К Количество вершин Семя два раза в ночь Так, количество вершин Пример же вот двух беномиальных деревьев Всегда растет два раза Это правда Почему ДТ равно К? Почему ДТ равно К? Точно так же по индукции У дерева Т0 Ноль детей Потому что это просто одна вершина Теперь посмотрим на дерево ранга К Дерево ранга К Устроено так Мы взяли дерево ранга К-1 Вот оно И к нему подвесили еще одного сына А ну корня, да Я про корень именно говорю, да Корня-то Катова Количество детей равно К Вот Соответственно для того, чтобы Возвращаемся к нашим декреским Чтобы сделать декрески Мы уменьшаем вершину После этого у нее Отношение с детьми Сломаться не могло Потому что она уменьшилась Сломаться могло только Отношение с родителем Поэтому мы начинаем ее Так же как в двоичной куче Просто пропихивать в родителя Вот Глубина, вернее высота Нашего беномиального дерева Это ранга К Это К Ранги у нас не больше, чем логарифм Поэтому работает за логарифм Окей? Хорошо Добавление вершины Это вообще элементарно Добавление вершины Делается при помощи мержа Давайте просто создадим кучу Состоящую из одного беномиального дерева Ранга 0 Хранящего в себе тот элемент Который мы добавляем Дальше с мержем Эта куча с нашим деревом Мерж работает вот за столько Ну типа будет лог от n Плюс лог от От единицы Да как бы Получится лог от n Хорошо Что осталось? Осталось экстракт min и get min Ну давайте разбираться Значит как такое делать? Как делать экстракт min и get min? Ну давайте сотворим Такую штуку Давайте творим такую штуку Во-первых Давайте Я сначала поговорю про get min Для того чтобы Минимум можно было искать за единичку Давайте мы помимо всей вот этой структуры кучи Еще будем где-нибудь отдельно поддерживать ссылку На то беномиальное дерево В котором вот корень минимальный Очевидно что минимум будет лежать в каком-то корне По свойству кучи Поэтому нам нужно Нам нужно только знать В каком именно корне Будет лежать вообще глобальный минимум Всей нашей структуры данных Поэтому давайте Помимо всего прочего Будем еще вот отдельную ссылку поддерживать Что минимум лежит вот тут Тогда вот Среди тех операций Которые мы уже делали Минимум легко пересчитывается При мерже У нас есть минимум в первой куче Минимум во второй куче Мы как бы знаем Где они находятся И во время мерже Мы просто можем понять Какая из этих двух вершин Будет нашим новым минимумом И когда мы эти деревья будем добавлять В наш ответ Либо с кем-то мержить Мы просто будем пересчитывать Нашу вот эту ссылку Которая указывает на минимум То есть при мерже Это делается Декрески Тоже понятно как делается У нас минимум Либо после декрески Либо не меняется Либо минимумом становится Та вершина Которую мы сейчас пропихнули наверх Давайте просто сравним ее Со старым минимумом Если она стала меньше То укажем на нее Иначе нет Ну а это то же самое Что мерж Поэтому тут минимум Тоже поддерживается Поэтому брать минимум Просто не удаляем Мы умеем за единичку Точно так же Как до вечной кучи Осталось научиться Удалять минимум Как удалять минимум Это такая тоже Достаточно простая штука Давайте возьмем наш минимум Мы знаем где он находится Вот он лежит В каком-то биномиальном дереве Мы хотим теперь Взять и Его удалить Ну давайте картинку Я нарисую пример Например пусть у нас есть Биномиальное дерево ранга 3 Снова Вот биномиальное дерево ранга 3 Допустим его корень Является глобальным минимумом Во всей куче Я хочу ее удалить Сделаем просто гениальную вещь Возьмем и просто удалим Эту вершину Соответственно После этого У нас биномиальное дерево Развалится на нескольких Биномиальных деревьев Все ниже Вот утверждается Что дети Биномиального дерева Абсолютно все дети Это тоже биномиальные деревья Причем ранги их От 0 до k-1 Где k это ранг Моего исходного дерева То есть если вот это дерево Было ранга 3 То у меня есть Вот сын ранга 0 Это вот ранг 0 Это сын ранга 1 Это сын ранга 2 Почему это всегда так То есть я Свойство номер 4 Дети tk Это t0, t1 Так далее tk-1 Доказывается Вы не поверите По индукции Ну База индукции Видимо Ранг 1 У нас дерево ранга 1 Это вот такая вот сопля Вот И у нас У этой штуки Сын Это дерево ранга 0 Все хорошо Теперь давайте По индукции Значит пусть до k-1 Верно докажем до k Как мы строим Дерево ранга k Мы берем Дерево ранга k-1 Для него предположение Было верно Поэтому у него дети Это челики С рангами от 0 До k-2 И потом мы к нему Еще вот здесь Подвешиваем второе дерево k-1 Итого получается У нас тут есть от 0 До k-2 Еще k-1 Есть все от 0 До k-1 Вот То есть если мы удалим вершину Мы получим набор Корректных генуальных деревьев Более того О чудо Они все Раньше Являлись братьями Друг другу У них был общий родитель Поэтому они все Связаны на самом деле Двусвязанным списком Прошитым Поэтому теперь Мы просто берем Такие Фигак-фигак И делаем Мерш Вот этой вот Вот этого Получившейся кучи С нашей Остальной кучей То есть что нам нужно сделать Нам нужно вырезать Наше дерево Из списка корней Это делается Завод единицы Потом нам нужно Удалить эту вершину Потом нам нужно В этой вот Получившейся куче Найти минимум Это делается Завод k Где k Это количество детей Но k Не больше чем Log n Поэтому мы можем Вот среди этих новых корней Найти минимум быстро А дальше нам нужно вызвать Мерш этой и той штуки И это будет работать За логот n Плюс логот Вот размеры этой кучи Ну понятно что Суммарно много там Мы вызываем просто Мерш Мы как бы После того как мы удалили Эту вершину Мы можем воспринимать Вот все что у нас осталось Как кучу самостоятельную А все Окей Поэтому мы просто Вызываем мерж Вот этой штуки И нашей Остальной кучи Из которой мы это дерево Выпилили И получаем снова Корректную кучу Дерево без корня Это куча Ну набор деревьев без корня Да это куча Потому что Все дети Это тоже биномиальные деревья И у них все ранги От нуля до k-1 Они все различные И они даже в правильном порядке У нас вот сшиты Почему при мержи Мы найдем новый минимум Почему при мержи Мы найдем новый минимум Ну Это не про удаление А про мерж Именно вопрос Вот пусть у нас есть Хорошо Можно сделать просто так Смотрите Вот у нас Известен минимум Первой кучи Известен минимум Второй кучи Две вершинки Ну второй Да Хорошо Давай найдем Вот здесь минимум Для этого нужно Перебрать всех наших детей Которых К-1 Штука У нас ка не бывает Больше чем луга Да Поэтому мы можем Перебрать всех детей Найти среди них минимум Запомнить его И после этого Вызвать мерж Нормально? А минимум Это просто ссылка На какую-то вершину Да Ссылка на вершину В которой он собственно хранится Норм? Вот Ну такие дела Да И видимо еще Когда мы вот это вот делаем Нам нужно не только Среди вот этих вот челиков Найти минимум А еще Среди остальных корней Нашей исходной кучи тоже Потому что Может так получиться Вернее Не может так получиться А так и есть Что мы удаляем Вот эту вершину Которая раньше была минимумом У нас раньше Вот Помимо нее Были еще какие-то Другие бенмиальные деревья В нашей исходной куче И теперь Новый минимум Среди них Где-то вот В какой-то из этих вершин Поэтому их тоже Надо пробежать И найти там Минимум Но их тоже лог Поэтому мы можем Это сделать Ну то есть Все кроме мержа Немножко константа вырастет Ну константа Немножко подрастет Но Симпатический лог Ну Симпатический лог Но константа Во всех кроме мержа Вырастет Только мержа Мы выиграли Ну да Типа того Вот сейчас Давайте Прежде чем В отвечаю на вопросы Как бы Теоретически Это все очень круто На практике Да Константы Не очень классные И Типа Это все осмыслено На реально Достаточно больших Н Но это вполне Сиразумные Типа там Я не знаю Если вам нужна куча Там на Не знаю Десяти миллионах вершин То вот Вы вполне себе Ну и при этом Вам нужно часто Мержиться Понятно что Обидумиальное будет лучше Да Ну Там говорили Что да Можно ввести Эффективную вершину Да Хорошо Это не очень корректное Определение Ну Эффективную вершину Не надо выводить Короче Надо просто хранить Набор деревьев Куча Это набор деревьев Который прошит Двусвязанным списком Вот так будет хорошо На дерево без корня На дерево без корня Это тоже корректная куча Да Но куча На дереве без корня Это куча Но не любая куча Это дерево без корня Да Вот так Так Какие еще вопросы Мы как бы двумя указателями Идем в порядке Возрастания рангов По нашим деревьям Если мы встретили сейчас Два дерева разных рангов Возьмем из них То, которое меньше Посмотрим на наш Уже префикс построенной кучи Который является объединением Если там было такое же дерево То смержим их Если там такого дерева не было То просто добавим его туда А если мы встретили Два дерева одинаковых рангов Просто сразу их смержим Между собой Попытаемся добавить в ответ Возможно там опять же Было дерево такого ранга Поэтому нужно еще раз Короче Бежим двумя указателями И просто каждый раз Когда мы встречаем Два дерева одинакового ранга Мержим их в одно Ранг и на один больше Да? А у вас насчет Двумя, что они не меняли Вы написали, что Симптосика Мержа От НПСМ Включаем нас к домашним заданиям Вы не задали Ну Это задание, которое требует Мержа за Логарифм Н Логарифм Н Нет Ну можно Допустая Это задание про Некранизаум А, я видимо понимаю Про что это Там Короче Там без этого Да А это же Элитическая штука Или где-то Прям Проняя Конкретно Миномиальная Я не то чтобы знаю Чтобы ее где-то Юзали Но вот Следующая Которое мы посмотрим Может где-то Быть использована Там можно Да Но там Фу Да Да На этом Основывается Задача Там можно без этого Короче Ладно Давайте Давайте обсуждение Домашки Оставим на время После лекции А то мы ничего не успеем Вот Такие дела Хорошо Давайте Пойдем дальше Ну вот с этой кучей Вроде все понятно Да Окей Тогда давайте Пойдем дальше Следующая куча Да Почему она кстати Биномиальная вообще Она биномиальная Потому что на самом деле У нее есть еще одно Свойство Номер 5 Свойство такое Значит В дереве Ранга К На глубине Д Ровно С 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 Ну я не буду Я не буду доказывать Но там такое же самое доказательство Как и везде Типа посмотрим Что такое глубина Д У нее есть сколько-то в этой куче Сколько-то в этой Для них это уже верно Ладно Докажу Хорошо На глубине Д Вот в первой куче К которой мы присоединяем Вторую По нашему предположению Есть ЦСК-1 По D Вершин А во второй куче Раньше это была Глубина D-1 А теперь она стала D Поэтому Прибавить нужно ЦСК-1 По D-1 Ну и вот эта вот штука Вот эта сумма Двух цешек Это ЦСК-1 На самом деле Треугольник Паскалин На этом основан На дискретке Вы наверное Тоже прошли Еще нет Ну значит пройдете Через Пару недель Я думаю Доказывается Очень легко Просто нужно Расписать ЦСК-1 Через факториалы Аккуратно Привести к общему знаменателю И там все получится А это полезно? Где с тобой Конкретно Это свойство? Не то чтобы Чисто по приколу Нашли свойство Назвали честным Ну да Ну да Ну как бы Можно из этого свойства Доказывать то Что в куче Два в степени К вершин Потому что Сумма всех Цэшек С одинаковым К Это два вкатой Ну как бы Я не знаю Ни одного практического Применения Конкретно Этого свойства Отсюда же Кстати следует Что у корня Ровно К детей Потому что ЦСК По одному Это К Поэтому можно доказать Одно это свойство И дальше не говорить Каждый раз Докажем по индукции А из него просто Все получится Ну то есть у нас есть Свойства Один, два, четыре, пять Ну да И хватит Да Окей Давайте дальше Сейчас еще одна куча будет Она наркоманская Это официальное название? Нет Это не официальное название Санфетир Был Значит да Следующая куча Как уже некоторые догадались Это Фибоначчи его куча Тут должен быть мем Что ее придумал Фибоначчи Но к сожалению Это не так Вот Почему она Фибоначчи Мы чуть позже поймем У нее тоже будет Некоторые свойства Но там она будет Более полезная Чем вот Бенемиальные кучи Ну давайте я вот сюда Запишу ФК Значит Фибоначчи Куча Покруче Она чем-то напоминает Бенемиальную Мы сейчас будем видеть Всякие разные Похожие штуки Но В отличие от бенемиальной У нее почти везде Здесь будет вот единицы стоять Везде совсем не получится Потому что Иначе сортировку Можно было бы за линию делать Но Вот почти везде Кроме одной операции Мы получим лог Если быть точнее Гетмин у нас будет Работать за единичку Мерш у нас будет Работать за единичку Да Эд у нас будет Работать за единичку Так Что у нас там будет Не за единичку-то работать Сейчас бы вспомнить По-моему экстрактмин За единичку Мы по ходу просто докажем Короче Вот либо здесь Либо здесь Будет лог Если экстрактмин работает за единичку Если экстрактмин работает за единичку То действительно Мы умеем за единичку Да Тогда здесь будет лог Хорошо Тут будет лог И вот здесь будет тоже единичка. Но эти единички, к сожалению, амортизированы. Единички, к сожалению, почти все амортизированы. Ну, кроме, видимо, вот этой. Ну, ладно, и кроме вот этой еще. Ну, короче, некоторые единички амортизированы, и константа не такая плохая, как вы думаете. Не 2,64? Эта штука реально применяется, например, мы, когда будем про графы говорить, будем обсуждать алгоритм Дейкстера. Неважно, если вы не знаете пока что это. Там можно будет улучшить асимптотику с вот этого до вот этого. Алгоритм Дейкстера. Типа мы у М-ки убрали логарифм, причем Н и М это количество вершин и ребер в графе, типа, ребер обычно больше, поэтому вот, ну, типа, неплохо. Особенно потом, если вы Дейкстера применяете с тем самым Джонсона в Минпосте, становится вообще хорошо, но об этом в третьем семестре. Вот, значит, что такое фибоначчевая куча? Фибоначчевая куча, это та еще дрянь. Это тоже будет набор деревьев, но мы сейчас скажем, они будут, короче, такие деревья легкого поведения в этом смысле. Там у деревьев будет, на них настолько мало ограничений будет наложено, что примерно любое дерево может быть фибоначчевым. Ну, не совсем, но сейчас мы поймем. Значит, смотрите, давайте скажем такую штуку. Значит, снова будем давать деревьям ранги. У нас будет дерево ранга 0. Оно будет выглядеть как вершина просто одна. Вот, а теперь как будет, давайте по индукции покажем, как будет выглядеть дерево ранга К. Пока что все хорошо, да, вот с нулевым рангом все замечательно, а вот дерево ранга К будет устроено так. Это будет корень. У этого корня будет К детей всегда. Вот, а дальше будет полная вакханалия происходить, потому что вот эти дети... Ну, давайте я их как-нибудь зонумеру, в каком-нибудь порядке. Это будет нулевой, первый, второй, К-1. Соответственно, у этих вершин там за них висят какие-то деревья. И вот в беномиальной куче все было хорошо. Тут было дерево ранга 0, ранга 1, ранга 2 и так далее. В фибоначчевой куче будет нифига не так. И так мы скажем, что вот здесь любое дерево ранга хотя бы 0, тут хотя бы 1, тут хотя бы 2, а тут хотя бы К-1. То есть чисто гипотетически у нас деревья могут быть какими-то очень страшными. Ну, то есть, например, я не знаю, вот такая шляпа. Это корректное фибоначчево дерево, просто бамбук. Ну, то есть, вот у нас вот это вот дерево ранга 0, у этой штуки 1 сын и он ранга хотя бы 0, ну да. У этой штуки 1 сын и он ранга тоже хотя бы 0, ну да. Ну и так далее. Так, а у нас может быть сын, который рангов больше, чем наш? Или нет? Нет технику ограничения? Гипотетически, да, нам никто не запрещает. А у нашей детей, у нас будет кто-то фиксированный для детей? Да, да. Мы у нас, смотрите, это рекурсивное определение. Мы говорим, что ранги вот у наших детей хотя бы вот такие. То есть, если мы, например, вот сюда хотим подвесить дерево, там, ранга к-1, то у него должно быть, должен быть к-1 сын, и у этих детей должны быть ранги хотя бы 0, хотя бы 1, хотя бы 2 и так далее, хотя бы к-2. Вот. Я там очень радуюсь, что на самом деле в этом дереве. Да, в этом дереве дофига вершить. Мы сейчас это докажем, да. К, к-1, к-2 и как минимум. Ну, да. Да, как минимум. Но там все повеселее, на самом деле. Все чуть повеселее, потому что на самом деле все чуть хуже. Это неполная ситуация, которая нас бывает в фибоначьевом. Да, и такое дерево мы будем называть не бинамиальным, а фибоначьевым. Вот. Фибоначьево дерево ранга к-1. Вот такая штука. Но есть нюансы. Иногда в процессе нашего алгоритма нам захочется откусывать каких-то детей у деревьев. Ну, да, типа, вот вы не пообедали, пошли, у кого-то ребенка откусили. Ну, бывает. Как это будет устроено? Смотрите. Давайте я введу такое определение. Я введу такое определение. Дерево ткатое со звездочкой. Вот ткатое со звездочкой, это будет то же самое, что дерево ткат, но без одного слина. Не, не, звездочка всегда будет только одна. Если допустить много звездочек, там асимптотика развалится. Но при этом, если звездочка не делается, асимптотика тоже будет плохая, поэтому нам вот эти звездочки, к сожалению, пригодятся. Да, и мем в том, что вот здесь, когда я сказал про условия на t, что вот здесь должно быть дерево ранга хотя бы 0, тут хотя бы 1, хотя бы 2 и так далее, хотя бы к минус 1, давайте скажем, что нам не запрещено, если эти дети будут со звездочками. Это ткатое? Да. Это то есть не т со звездочкой, а это просто ткатое, а расширили условия еще больше. Да. То есть, теперь дерево ткатое, дерево ткатое, это такая штука, дерево ткатое, это дерево, у которого ровно к детей, потому что у нее нет звездочки. При этом эти к детей работают так, что у меня ранги этих детей вот такие, хотя бы 0, хотя бы 1, хотя бы 2 и так далее, хотя бы к минус 1. Но при этом вот у этих деревьев, которые здесь подвешены, возможно, нет одного сына. То есть это либо t со звездочкой, либо... Да, то есть вот каждая эта штука, каждая вот эта вот штука... А, именно каждая, либо... Каждая штука это или какой-то t и t, или t звездочка и t. А как выглядит t1 со звездочкой? Ну тут может быть... Нет, это какая-то 0 со звездочкой. Может быть такое что? Т0 со звездочкой не бывает просто. А t звездочка и t, это же t1 с первой. Сейчас мы это обсудим. Может быть одновременно, ну, среди сыновей, если он немножко и без? Может. Каждый сын может быть либо полноценный, либо без сына. Да, и при этом, опять же, это определение рекурсивное. Поэтому внутри вот каждой этой штуки у нас зашиты такие же вот, такая же рекурсивная вещь. И у нас там внутри, возможно, где-то детей тоже не хватает. А какие кучи теперь неодолитария используют? Ой, в какие деревья? Ну, сложный вопрос. У нас текаты, это просто дерево, у которого есть каверши, а с кацановей. А полная бинарная, это неодолитария? Ну, у нас, например, не может быть чего-нибудь такого. Смотрите, вот пусть у нас есть корень, он, скажем, что он будет там рангой 5, у него, соответственно, должно быть 5 детей, и всё. Вот, допустим, это будет просто наше дерево. Такого не бывает. Это некорректное фимоначье дерево. Почему оно некорректное? Потому что, ну, вот эти вот все штуки, это Т0. А у нас должен быть хотя бы один сын, больше или равный Т4, например. Ну, вот никто из них не мог быть получен из Т4 даже выкидыванием одного сына. А какой смысл мы определяем ТК звёздочка, если это ТК минус 1? Да, вот давайте об этом поговорим. Вот складывается ощущение, складывается ощущение, что ТКТ со звёздочкой это то же самое, что ТК минус 1. Не равно следствие. Потому что если мы возьмём, как тебе сказали, ровно 0,1,2,3, везде равенство поставим, то это, к сожалению, не будет работать. Ну, вот как бы... Если прекратить неправильного сына, то это не цикл он. Смотрите. Если мы возьмём, то тут для него сына 0, а у нас есть... Да, мы можем выкинуть какого-то неправильного сына, и из-за этого работать не будем. Смотри, еще раз, что дерево... Вот, поэтому это не совсем так. Как бы, если у нас есть дерево ТКТ со звёздочкой, мы можем считать, что это дерево ТК минус 1, но не наоборот. Поэтому это не совсем так. Давайте не будем в этом путаться и сильно вдаваться в философию, почему это не одно и то же. Давайте просто... Давайте просто пока вот так поставим. Давайте начнём. Пока там сзади народ обсуждает философию звёздочек и их отсутствие. Давайте начнём обсуждать операции. А, да, я же не сказал, что такое фибоначчевая куча. Фибоначчевая куча — это набор фибоначчевых деревьев. Но, да, набор. Не одно такое дерево, а много. Куча — это набор деревьев. Возможно, покусанных, возможно, инвалидов. Да, вот все деревья, которые существуют, нам подходят. Более того, нам настолько плевать, что в отличие от биномиальной кучи, мы даже не будем накладывать ограничения на то, что они все должны быть разных рангов. Нам вообще пофиг. Просто берём и говорим, что у нас вот куча — это произвольный набор произвольных фибоначчевых деревьев. Короче, у нас лес. Короче, да, у нас какой-то лес получился. Вот. Окей. Давайте, ладно, прежде чем переходить к операциям, докажем один интересный факт про фибоначчевые деревья. Почему они, собственно, называются фибоначчевыми. Значит, я хочу сейчас доказать следующее. У меня будет такой факт. Значит, факт. Высота дерева ТК — это отка. Внезапно. Давайте для этого докажем немного другой факт. Смотрите, давайте введём такое обозначение. Пусть у меня СКТ — это будет минимально возможное количество вершин в дереве ранга К. То есть давайте рассмотрим всевозможные деревья ранга К, которые подходят под все эти рекурсивные определения. И скажем, что вот выберем из этих всех деревьев какое-нибудь одно, у которого количество вершин минимальное из всех этих деревьев. И скажем, что вот количество вершин — это СК. Вот я хочу сейчас доказать, что СК — это какая-то экспонент от К. Если я это докажу, тогда вот это будет очевидно. Вот. Значит, смотрите. Давайте посчитаем эти СКТ. Ну что такое С0? С0 — это 1. Что такое С1? Ну да, как бы дерево ранга 1, в нём хотя бы две вершины должно быть явно, потому что это корень и ещё его один сын. Да, здесь мы рассмотрим именно Т, без Т со звёздочкой, типа вот именно наше исходное дерево, оно без звёздочки. Возможно, кто-то в поддеревьях со звёздочками, но само по себе оно без звёздочки. То есть у корня есть все дети. Вот. Поэтому Т1 — минимальный пример — это вот такое дерево. Ну давайте теперь какую-нибудь рекурренту выведем. Вот. Чему равно СН? Ну смотрите. Вернее, давайте СК, чтобы здесь такие же буквы были. Чему равно СК? У меня, значит, есть корень, поэтому это как минимум одна вершина. Плюс ещё что там? У этого СК есть К детей. У него есть К детей. При этом вот тут ранг хотя бы 0, тут хотя бы 1, тут хотя бы 2, тут хотя бы К минус 1. При этом эти деревья возможны со звёздочками. Напомню, что я хочу минимизировать количество вершин в моём дереве. Вот как мне минимизировать количество вершин? Мне нужно вот тут минимизировать количество вершин, у всех этих поддеревьях суммарно. Но это значит, что давайте просто возьмем все деревья по нижней границе Очевидно, что чем меньше ранг, тем меньше вершин Ну, не больше точно Поэтому возьмем вот тут дерево ранга 0, тут дерево ранга 1, дерево ранга 2 и так далее Более того, мы еще и сделаем такую штуку Мы скажем, что у нас все эти деревья, они все будут инвалидами У них у всех будут звездочки Ну, просто чтобы, опять же, уменьшить количество вершин То есть тут будет Т нулевое Ну, Т нулевое со звездочкой не бывает, поэтому просто Т нулевое Тут будет Т первое со звездочкой, тут будет Т второе со звездочкой И так далее, ТК минус первое со звездочкой Теперь вспоминаем, что из дерева со звездочкой мы можем сделать обычное дерево ранга на 1 меньше Потому что один сын удален Поэтому на самом деле вот эта вот шляпа вся Это то же самое, что СК минус второе плюс СК минус третье плюс СК минус четвертое и так да и с нулевого что кого да возможно 2 с нулевых но давайте снизу оценим как одно из нулевых не страшно короче да давайте какую-то оценку снизу просто на количество возможно минимум возможно чуть меньше если минимум будет больше москва только лучше больше можно было бы единицу взять но тогда у нас не садилась асимптотика значит тут хочется показать какую-то экспоненту какую экспоненту хочется показать ну давайте вот поймем что такое скаты давайте для этого проделаем какие-нибудь аналогии которые мы можем проделать с числами фибоначчи да вот вот хочется я хочу показать что вот это это то же самое что с каминус 1 ну плюс единичка да вот почему вот эта штука это с каминус 1 ну потому что что я здесь сделал я взял деревья с рангами к минус 3 к минус 4 и так далее до нуля давайте интерпретировать это как деревья не рангов к минус 3 к минус 4 и так далее до нуля а деревья рангами на 1 больше но с со звездочками соответственно у меня получится деревья рангами к минус 2 к минус 1 и так далее до единицы и еще получится одно дерево ранг 0 который составляет одну вершину и того вот это вот все добро вместе это эскатые эс к минус 1 вернее потому что у меня есть к детей от 0 до к минус 2 со звездочками поэтому эскаты это просто с каминус 2 плюс с каминус 1 ну да он и все равно всплыл единицу ушла вот сюда же 1 плюс с камин плюс вот эта вся шляпа это с каминус 1 ну да да ну потому что смотрите можно еще по другому давайте просто вот по этой же формуле запишем что такое с каминус 1 с каминус 1 до 1 плюс плюс вот все это да без с каминус 2 значит не опускаем эта штука это с каминус 1 мы ее здесь заменили получили вот такое такую штуку а значит у меня ски от числа фибоначчи вот сдвинутые на 1 обычно там или на 2 даже обычно считают что там с нулевое это 0 с 1 1 тут у нас немножко сдвинут последовательность но не страшно про числа фибоначчи есть интересный мем что они растут экспоненциально и если быть точнее если быть точнее то энное число фибоначчи это такая штука это фи в степени n плюс фи в степени минус n делить на корень из 5 где фи это золотое сечение 1 плюс корень из 5 пополам вот вы это докажете на дискретке если вы этого не знаете давайте не будем отбирать у станкевича хлеб и пусть он вам доказывает вот но тогда у меня получается что ну фи в степени минус n понятное такое то очень маленькое число что-то от нуля до единицы корень из 5 константа плевать поэтому фи на это от фи в степени n вот это число фи 1 плюс корень из 5 пополам но это ну что-то больше единицы явно даже больше 2 кажется нет не больше двух я не помню чем он там 1.70 чем-то по моему или 60 чем-то ну короче что-то такое можно на калькуляторе посчитать короче она явно больше единицы поэтому это нормальные человеческие экспоненты значит мы получаем что у нас ск т это у от фи в степени к вот но что из этого следует что из этого следует что если у нас в дереве есть н вершины и вот допустим и мы хотим понять какой максимально возможный ранг у него может быть тогда это будет просто логарифм по основанию по основанию фи от n потому что у меня вот здесь записан ранг и вот здесь а вот фи в степени к это количество вершин то есть чтобы перейти от ранга к количеству вершин я делаю экспоненту а чтобы перейти обратно мне нужно соответственно обратную функцию здесь логарифм взять это минимальная да но как бы если у меня больше вершин мне только лучше ну смотрите у меня давайте сделаем так господи как это нормально объяснить вот у меня есть у меня есть какой-то ранг я для ранга знаю минимально возможное количество вершин которое может быть в дереве с этим рангом тогда если я буду делать обратное преобразование у меня есть какое-то количество вершин давайте я найду я найду такой ранг для которого у меня под этот вот в степени к ну то есть количество вершин будет хотя бы столько сколько у меня есть вернее последний ранг такой что в нем минимальное количество вершин меньше чем мое реальное количество вершин это будет значить что мы раб точно не больше потому что у следующего ранга короче в sadness н вершин моим дерева давайте я найду такое к у меня резки возрастают давайте я найду такое к что у меня м зажата между ска и ска плюс один смотрите вот тот самый пример я взял какую-то кучу в ней н вершин фиксированная просто фиксированная хорошо давайте давайте без о короче давайте сделаем такую штуку давайте возьмем n я возможно да не очень корректно написал идея была следующая мы берем н н то количество вершин в моей куче я ее зажимаю с двух сторон вот этими сками у меня вот эта вот штука это что-то типа фи в степени к вот эта вот штука это что-то типа фи в степени к плюс один значит отсюда к у меня ну у меня давайте прогрифмируем да у меня получается к не больше чем логен не больше чем там строго меньше чем то плюс один вот я прогрифмировал все три части моего неравенства по основанию фи поэтому если у меня есть какое-то фибоначьего дерево состоящие из н вершин то его ранг это примерно вот да про высоту короче я плохо сказал это вообще неправда потому что можно бомбу сделать короче да давайте давайте такой факт я я что-то перегрелся немного значит ранг дерево размера n сорин ранг дерево размера n это вот логан я хотел вот это сказать теперь теперь все хорошо да ну давайте научимся делать операции как мы будем делать красы и операции мы будем делать как мы будем хранить фибоначьего дерева и фибоначьего кучу тайшко бинамиальную давайте детей прошьем списками корни прошьем списками все прочим списками ну и короче все то же самое будет вот ну давайте начнем с мержа как же сделать между фибоначьевых куч очень просто учитывая что мы не накладываем ограничения на то что фибоначьего деревья в нашей куче должны быть разных рангов нам нужно взять два списка корней соединить их в один и все окей то есть мерж это просто мы берем два списка с корнями соединяем их в один конец получилось корректные фибоначьего кучи все хорошо ну потому что у меня первая куча была корректной вторая куча была корректной у меня нет ограничения на то что одного ранга не может быть более одного дерева поэтому если я соединю просто вообще ничего не делаю у нас есть как то есть к деревьев у меня есть да сколько-то деревьев первой кучи сколько деревьев у второй кучи я просто объясняю теперь в один список деревьев и все смотрите за сколько это работает ну за единичку потому что у меня корни прошиты двусвязанным списком вот я их не сортирую они никак не упорядочены они могут быть одинаковыми никак не упорядочены поэтому я просто соединяю два списка корней в один и все победа тут мы победили вот при этом да давайте точно так же в бинамиальных учим это делали будем поддерживать ссылку на минимум ссылку на тот корень где лежит минимум пример же это все еще легко пересчитать потому что мне минимум будет либо минимум в первой куче ли в минимум во втором давайте просто их сравним и оставим в качестве результата вот так то меньше то есть мерш мы умеем делать get min тоже мы очевидно делать умеем потому что у нас есть ссылка на минимальный элемент просто берем ее и все победа а хорошо что такое это что такое ну с этом тоже все понятно давайте создадим кучу ранг дерево ранга 0 состоящий из одной вершины вызовем мерш победу пока выглядит как полная хрень да пока что выглядит как полная хрень потому что во время всех этих операций типа чисто теоретически если мы там сто раз подряд вызовем это наша куча будет выглядеть вот так у нас будет 100 корней и по 100 деревьев нулевого ранга прошиты двусвязанным списком то есть да по сути мы получим просто двусвязанный список наркомании лёгкого поведения да вот фибоначчева куча добро пожаловать вот но мы сейчас начнем это фиксить мы же начнем это фиксить давайте начнем это фиксить с операции экстракт мин давайте научимся делать экстракт мин где криски по коже я уже умеем у нас ссылка на минимум хранится просто беремся вот как делать экстракт мин смотрите ну вот у нас происходит лютый трэш и вакханалия у нас наше дерево может выглядеть как двусвязанный список наверное все же не очень хорошо есть такое предположение что это не очень круто поэтому давайте во время экстракт мином и над мы это начнем чинить значит давайте сделаем следующее как будет работать тракт мин вот экстракт мин или криски это две интеллектуальные единственные операции которые есть в нашей фибоначчевой кучи все остальное вот как видите работает просто максимально наивно как только можно придумать значит экстракт мин мы знаем где находится минимум минимум находится в корне какого-то фибоначчевого дерева у нас есть на него ссылка да да я про это забыл сказать разумеется да для фибоначчевого дерева мы поддерживаем вариант кучи что у нас у родителей всегда не больше чем дети да я забыл про это сказать ну просто в контексте всего происходящего кажется это было плюс минус понятно вот смотрите мы знаем что минимум лежит здесь ну что можно самое глупое сделать давайте давайте удалим эту вершинку у нас развалится эта куча на по маленьких куч и зафигачим их в общий список с корнями но это не все к счастью пока что это выглядит а очень плохо потому что мы просто удаляем эту вершину берем вот этих вот всех детей у которых там снизу деревья и просто подкидываем их в общий список корням да 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 но но сейчас сейчас мы начнем все чинить сейчас мы начнем очень смотрите давайте во время экстракт мина после того как мы вот сделали этот ужас и скинули вот это все еще к корням мы сделаем еще одну вещь мы сделаем еще одна вещь которая на все починить наконец-то по моему если меня память не изменяет в оригинальной статье эта операция называется он солиды операция звучит так мы сейчас наконец-то сделаем по нормальному сделаем так что у нас каждого ранга будет не более одного дерева я же просто возьму сходы и все починю у нас у нас ранге не зависит от родителей так мы корень удаляем у нас экстракт мин минимум это корень всегда у нас родители ну конечно ну блин у нас же свойства кучи все еще есть что родитель меньше чем потомки поэтому минимум это корень мы удаляем корень кого-то дерево отпадают дети мы их закидываем теперь давайте все починим давайте сделаем наконец-таки нормальные свойства что каждого ранга есть не более чем одно дерево как же мы это будем делать смотрите идея следующая у нас сейчас есть двусвязный список наших всех корней пока что там происходит полный трэш и более того корни никак не отсортированы по рангам в отличие от биномиальной кучи поэтому тут придется чуть посложнее объединять но не особо проблем смотрите давайте заведем массив внезапно заведем массив этот массив будет длины логин где она то суммарное количество элементов в куче а и сейчас мы будем делать такую штуку мы будем идти по нашим фибоначчевым деревьям просто в порядке в котором они у нас представлены в списке корней и когда мы встречаем фибоначчево дерево какого-то ранг до давайте мы еще на каждую дерево будем просто으로анг все удобства вот до каждого как только мы встречаем фибоначчево дерево кого to ранга давайте вносить в записывать ссылку на корень этого дерева то есть изначально у нас тут виде бог лежит давайте я его обозначу здачком после множества ну и предположим следующего да давайте я напишу такую например последователь representation of деревьев которые мы рассматриваем Там, я не знаю, 1, 2, 1, 0, 0, 4, 1, 2. Вот это, например, последовательность рангов деревьев, которые я рассматриваю сейчас. Давайте пойдем по этой последовательности. Она вся прошита вот двусадным списком, да? Давайте пойдем слева направо и делаем следующее. Единичка. Смотрите, единички раньше не было. Давайте вот в этот массив по индексу 1 запишем ссылку на корень этого дерева. Дальше, двоечка. Двоечки тоже раньше не было. Давайте запишем ссылку сюда. Единичка. О, единичка была. Единичка была. Поэтому мы делаем следующую операцию. Мы берем вот то дерево единичка, которое у нас было раньше. Берем наше дерево. И объединяем их в одно дерево большего ранга. Почему я это могу делать? Потому что так же, как и примерно в бинамиальной куче у меня это работало. Смотрите, у меня есть два дерева какого-то одинакового ранга. Вот тут ранг, там ка, и здесь ранг ка. Вот. Давайте посмотрим на... Тут детей, тут детей, вот тут ка детей или ка минус 1, если это со звездочкой дерево. Тут тоже ка минус 1 или ка, или ка минус 1, если это дерево со звездочкой. Теперь сделаем следующее. Давайте просто возьмем и скажем, что... Посмотрим на корни, посмотрим, кто меньше. Ну, например, пусть х меньше, чем у. Тогда давайте просто возьмем и вот у подвесим в качестве сына вот сюда, к ху. Мы увеличили количество детей у ха на 1, значит, его ранг увеличился на 1. Типа раньше было корректное дерево, теперь мы к этому дереву подвесили дерево такого же ранга. Значит, теперь ранг этого дерева увеличился на 1. А почему оно должно сломаться? Ну, а почему оно должно сломаться? Как бы, если это было корректное дерево, то там были все дети с рангами... Допустим, у нас ранг К, да? У нас тут были все дети с рангами 0, 1 и так далее, ка минус 1. Тут тоже были 0, 1 и так далее, ка минус 1. Ну, возможно, у нас они были со звездочки, поэтому, возможно, какого-то одного сына не было, но и пофиг. Кстати, я думаю, что... А где нам в ка звездочек лежат? Пока что нигде. Если ка минус 1 сына не было, то у у у всего ка минус 1 детей, и при этом максимальный сын ка минус 2. В чем? Ну, Y это либо ткатая, либо ткатая со звездочкой. А ткатая и звездочка можно убрать на самого большого сына? Может, почему нет? Почему-то нам все еще останемся ткатым, а не тканинус 1. Потому что это ткатая со звездочкой. Мы нас буквально старшего сына убрали. Нам не важно. Нам не важно, какого сына удалили. Я говорю, что дерево со звездочкой, это то же самое, что обычное дерево, у которого удалили любого сына. Скорее поднимается, что у нас всегда получается из двух деревьев, у деревьев с звёздочкой получается, потому что у нас самого хорошего сына нет. Либо у нас обоих групп К-1, а дерево должно обладать... Хорошо, смотрите. Пусть у меня это дерево текатое со звёздочкой, у которого удалили К-1. И пусть это тоже текатое со звёздочкой, у которого удалили К-1. Давайте я всё ещё приклею вот этого к этому. Теперь что происходит? У меня у этого дерева какие есть сыновья? 0, 1, 2 и так далее, К-2, и потом идёт К. Потому что ранг вот этого дерева К, пофиг, что это со звёздочкой. И это всё ещё дерево, это К-1 со звёздочкой. Потому что здесь есть К-1 сын, у одного из которых удалили, и всё хорошо. Ну, это что 0 плюс 1 плюс и так далее, то есть что-то больше 0, не равное. Ну, вот. Ну, не 0. Ну, в конкретно данном примере... Ну, конкретно в данном примере, да, 0. В конкретно данном примере, да. Ну, и по аналогии, короче, у всех остальных примеров точно так же всё работает. Более того, на самом деле, можно сделать ещё один лайфхак, который упростит жизнь. Давайте просто будем говорить, что самые вот, вот, типа, корни не бывают со звёздочками. Корни деревьев. Какие-то внутренние вершины бывают со звёздочками, а корни, давайте считать, что со звёздочками не бывают. Но просто по ускорению мы получим как раз корень со звёздочками. Нет, потому что я просто буду говорить, что это не такатая со звёздочкой, а така минус первая, и у меня всё будет работать. Но это если хочется. Но можно и забить, и оставить звёздочки, и всё ещё всё будет работать. Мы просто подвесим одного лишнего сына, и у меня всё заработает. В данном случае, да? В остальных тоже. Упражнение докажите, что в остальных случаях тоже не сломается. Давайте уж не будем на это тратить время. В этом случае мы заобновили, что мы сразу логоферим раз, так склеиваем. Да, теперь у нас получилось дерево ранга К плюс 1, соответственно, вот у меня было 2, 2. Стало теперь, дерева 2 у меня больше нет. У меня теперь появилось какое-то дерево ранга 3, что оно там куда-то указывает. Если бы у меня до этого уже было дерево ранга 3 другое, я бы их тоже склеил и так далее. Ну и, соответственно, вот у меня получилось дерево ранга 3. Дальше я иду, единичка, единичка у меня уже одна была, склеиваю, получаю 2. Ну и так далее. Короче, битовый счётчик опять. То же самое, что мы делали в беномиальной куче примерно. И то же самое, что мы делали в битовом счётчике. Алгоритм работает так. Мы идём по деревьям, смотрим на ранг текущего дерева. Если раньше дерева такого ранга не было, просто добавляем ссылку на него в массив по соответствующему индексу. Если раньше дерево такого ранга было, объединяем его с текущим, получается дерево ранга на 1 больше. Смотрим, было ли оно. И так делаем до тех пор, пока дерево такого ранга не было. То есть, правильно, что это нереально ранг, а ранг при условии, если вычесть 1 при наличии звёздочки? Типа того, да. Понял. Ну, количество детей. Да, количество детей. Можно так считать. Вот. Окей. Соответственно, мы показали уже до этого, мы доказывали, что если у нас в дереве суммарно n элементов, то ранг дерева это луген. Поэтому больше, чем луген, получиться не может. Вот. Окей. Соответственно, после этой операции у нас получится не более, чем луген фибоначьевых деревьев. Ну, константы на луген. Ну, константы на луген, да, пофиг. Вот. Получится константы на луген фибоначьевых деревьев. Дальше мы их всех пробегаемся по этому массиву, прошиваем их списком и говорим, что вот это наша новая куча. Вот. Давайте разбираться, за сколько это работает. За сколько это работает. Ну, понятно, что в худшем случае задолго нужен какой-то потенциал. Мы хотим амортизированную оценку. Какая будет амортизированная оценка, какой будет потенциал? Давайте скажем такую штуку. Скажем такую штуку. Пусть потенциал пока что. Потенциал это будет количество деревьев. Количество деревьев в моей фибоначьевой куче. Давайте оценим, поймем, что все хорошо. У меня время это амортизированное. Это реальное время плюс разность потенциалов. Ну, давайте убедимся, что для остальных операций не сломалось, да? Для остальных операций у меня в мерже была честная единичка. Количество деревьев в мерже уменьшается на 1. Ну, вернее, нет, не уменьшается на 1. Количество деревьев не меняется просто, потому что мы просто склеиваем в списке деревьев. Поэтому тут разность потенциалов 0 все хорошо. Взятие минимума вообще ничего не меняет. В EDGE у меня количество деревьев увеличивается на 1. Значит, разность потенциалов 1. но у меня все еще от единицы. Теперь оценим вот эту операцию замечательно. Давайте посмотрим, что происходит. Вот пусть у меня... Давайте оценим как бы амортизированное время работы. За сколько реально я делаю все вот это? Я реально все это делаю за О от чего? За О от количества деревьев, видимо. За одну операцию я склеиваю два дерева. Значит, в худшем случае у меня склеиваний будет порядка количества деревьев. А теперь какая у меня разница потенциалов? У меня количество деревьев после этого уменьшилось. Новых деревьев у меня луган на константу. Старых деревьев у меня вот количество деревьев. Итого вот это вот сокращается, получается, что амортизированное время у меня луган. Вот. Топово? Трэш. А вот. А теперь Дик Рис Ким. Печально. А у вас есть следующая пара? Нет. Ну, в плане, мы хотим закончить или как? Да. Давайте, кто за то, чтобы закончить? Минут 10 надо, не больше. Сделаем. Закончить. В смысле сделать Дик Рис Ким и победить. А в следующий раз? В следующий раз? Так, а кто за следующий раз? В следующий раз? financial. В следующий раз кажется меньше. А почему сумма таких тэшек будет больше неправдам от наших тэших? В чем? Почему сумма вот таких материнских тэшек будет больше неправдам от своих рабов? Не понял. В общем, вопрос от тех, что сумма всех тэшек с волной больше неправдам от всех тэшек? Да. А почему тэшка правда? Потому что это всегда правда, потому что нам нужно, у нас сумма всех тэшек, это сумма реальных тэшек, плюс потенциал в самом конце, минус потенциал в самом начале. У нас потенциал в начале 0, потенциал в конце, количество деревьев, оно не отрицает. Хорошо, давайте скажем, что у нас декрест K это долг, он останется на следующий раз, и вот нам там пригодятся звездочки. Ну все, тогда.